Я уже ответил на вопрос, почему классики марксизма и ленинизма считали азиатскую деспотию самой худшей из эксплуататорских систем. Потому что при ней эксплуатация человека-человеком выше не только, чем при капитализме, но чем даже при феодализме и при рабовладении. Но есть еще одна важная деталь, которую они не учили. И эту деталь пришлось заметить и проработать не ученым, а как ни странно литераторам, вернее писателям. Двум великим русским писателям, Александру Грибоедову и Михаилу Булгакову, в комедии «Горе от ума» и «Повести собачье сердце». Именно они выяснили, какой тип личности становится хозяином положения в условиях азиатской деспотии, равно как очень хорошо показали все омерзение, которое данный тип личности вызывает. Советский научный коммунизм много лет называл капиталистические законы звериными. И выражение «звериные законы капитализма» прочно вошло практически во все документы советские. Но он умалчивал об одной еще детали. Тогда, следуя этой логике, законы, присущие Советскому Союзу и вообще политаризму, следует назвать скотскими. Если на Западе хозяин положения «зверь», то в условиях что Советского Союза, что Царской России, что вообще любого политаристского государства, хозяином положения становился полуграмотный беспринцепный халуй – скот. И это очень хорошо показывали Александр Грибоедов и Михаил Булгаков на примере Фамусова, Молчалина, Швондера и Шарикова. Но сначала все же поговорим немножко о другом. О том, какой тип личности становится хозяином положения при капитализме и вообще при системе, построенной на господстве крупных собственников. То, что при капитализме – главное деньги, ни для кого не секрет. Равно как и то, что при капитализме, чем больше у тебя денег, тем больше у тебя власти, личного могущества и благополучия. В условиях политаризма, кстати, это не так. И это не так в условиях, что Советского Союза было, что сейчас в условиях современной России. Я понимаю, что многие сейчас мне в данный момент не поверят. Но тем не менее, я думаю, что я сумею дальше рассказать и показать эту важную деталь. Но есть важный вопрос, что нужно для того, чтобы заработать или что ближе к истине, как говорят в народе, поиметь много денег. Для многих людей это великая загадка и многие люди очень многое бы отдали за ответ на этот вопрос. А зря. Ответ на этот вопрос на самом деле очень прост. Но он может помочь далеко не каждому. Кстати, есть дежурный ответ на этот вопрос. Для того, чтобы заработать много денег, надо быть умным человеком. А в Соединенных Штатах он превратился даже в вопрос-поговорку. Если ты такой умный, то где же твой миллион долларов? Но дело в том, что это не так. И далеко не так. Деньги ни разу не от ума. А деньги от характера. И только от характера. Для того, чтобы получить много денег, нужно только одно. Одно единственное качество характера. Сильная воля. Все. Суть проста. У тебя не получилось одно – берись за другое, за третье, за десятое, за тысячное. Главное – не сдавайся. Главное – не опускай руки. Рано или поздно пробьешься. И в этом бы не было ничего плохого. Но есть одно но. Дело в том, что подлец тоже может быть сильным и волевым человеком. И что будет, если при прочих равных столкнутся интересы сильного подлеца и сильного порядочного человека? Правильно, порядочный человек проиграет. И почему, понятно. Для подлеца нет этических ограничений. А порядочный человек не способен делать гнусные вещи. Именно из этого и вытекли известные выражения. Звериные законы капитализма. При капитализме выживает сильнейший. Только правильно было бы сказать – выживает и доминирует. Сильнейший и подлейший. И именно этот тип личности становится хозяином положения. В условиях как капитализма, так и любой системы, построенной на господстве крупных собственников. Нужно также отметить, что в условиях политаризма этот тип личности тоже выживает и тоже кое-где доминирует. Но далеко не везде. Он доминирует в вооруженных силах, в спецслужбах, в общеправоохранительной системе и в преступном мире. Впрочем, касательно вооруженных сил нужно оговориться. Хозяева положения там – звери, непосредственно только в войсках. В штабах хозяева положения тоже – скоты. В целом, конечно, системы, построенные на доминанте крупных собственников, включая самая навороченная современная демократия, что европейскую, что американскую, это, безусловно, эксплуататорские системы. И главное условие успеха там, там для того, чтобы, как это сейчас по-русски называется, стать успешным человеком, надо потерять человечность. Надо стать зверем. Надо стать сильным волевым подлецом. Кстати, Иван Дефремов подчеркивал, что выражение потери человечности в этом случае нужно понимать буквально. Это уже не люди. Они люди. Он это писал открытым текстом, особенно в романе «Час быкат». Но об этом, надеюсь, мы подробнее поговорим позже. Но дело в том, что потери человечности тоже разные бывают. Возможны разные степени нравственной деградации. И зверь все же – меньшая форма нравственной деградации, чем скот. Почему? Зверь теряет совесть, но у него все же сохраняется честь. И любой зверь боится позора. У скота же нет ни чести, ни совести. Мы продолжим этот разговор. Пока же, если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok